В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Юлия Погасян. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В эти выходные в России отметят День железнодорожника. Данная профессия очень интересна, потому что она очень разносторонняя. Сотрудники администрации Ленинского округа провели рейд по выявлению незаконного сброса строительного мусора. Надеемся, что с проведением таких операций нарушений станет меньше. В сквере «Юность» открылась выставка под названием «Футбол – это жизнь». Они один раз приехали играть в футбол, товарищеский футбол, на своих машинах, в Муром. В эти выходные в России отметят День железнодорожника. Накануне праздника наши корреспонденты побывали на московском коксогазовом заводе, чтобы узнать, чем привлекает работников эта специальность и осталась ли в ней романтика профессии. Видите, у нас загорелось. Может, в движении. Итак, вся жизнь в движении. На железной дороге ведновчанин Владимир Проскурин уже более 40 лет. А начиналось все со срочной службы в армии. Три года наш герой отслужил на флоте, где работал в машинном отделении. После устроился на свое первое и единственное место – московский коксогазовый завод. Сразу решил, что будет управлять поездами. Всю жизнь я здесь проработал. В начале, когда в молодые годы, тоже было интересно. Коллектив. Мы были молодые, когда нам было 23-25 лет. И так вот постепенно, постепенно. Каждый день что-то новое. Грузы. То туда, то сюда. То привозим, то увозим. Таких верных профессии сотрудников на московском коксе немало. В железнодорожном цехе трудится порядка 100 человек. Перевозят поступающие грузы, транспортируют готовый кокс. Имеют собственные тепловозы. Единовременно на заводе находятся более 120 вагонов. Данная профессия очень интересна, потому что она очень разносторонняя. Человек, приходя на наше предприятие, может начать работу с составителем поездов. В дальнейшем будет продвижение, если будет интересно данному сотруднику данная профессия. И уже вырастет вплоть до начальника участка. 6 августа железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник. И несмотря на то, что встретят они этот день на рабочих местах, настроение у сотрудников цеха приподнятое. Всех коллег с праздником железнодорожников пожелать всегда успехов, чтобы техника не подводила. Всегда работала исправно, чтобы была зарплата хорошая. Ну, всех благ. О романтике железной дороги сотрудники цеха задумываются нечасто. Но с радостью вспоминают, почему все же решили посвятить жизнь этой профессии. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видно этого. Ни один нарушитель не уйдет от штрафа. И за дня в день это доказывают сотрудники администрации Ленинского городского округа, которые совместно с госавтоинспекцией регулярно проводят рейды по выявлению незаконного сброса строительного мусора в придомовые контейнеры. Участие в очередной засаде приняла и наша съемочная группа. Незаконный сброс мусора – проблема масштабов страны. К сожалению, Ленинский городской округ – не исключение. Несколько часов в засаде и скрытая камера фиксирует, как трое мужчин загружают газель строительным мусором около 50 мешков. Конечно, заниматься грузоперевозками и утилизацией отходов не запрещено. Однако, для этого нужно получить специальные документы. Их выдают Министерство экологии. Ну, в прошлый раз у нас увезли мешков 20, наверное. Терпеливо ждем. И, наконец, погрузка завершена. Фиксируем передачу денежных средств. И, не привлекая дополнительного внимания, следуем за газелью. Незаконный мусор сбрасывают куда угодно. На сельскохозяйственные поля, берега рек и озер, обочины дорог или просто в преддомовые контейнеры. Только не туда, куда следует по закону. Продолжаем ехать за машиной. Жилая городская застройка – скипт. Именно сюда и направлялись нарушители. Как ни в чем не бывало, рабочие начинают один за другим скидывать мешки со строительным мусором. В контейнер для смешанных отходов. Опешившие от неожиданности рабочие сразу закрывают двери кузова. Однако, поздно. Незаконные действия зафиксированы. Сотрудник полиции запрашивает у водителя необходимые документы. В результате выясняется, что никаких разрешений на утилизацию у рабочих нет. Правоохранители составляют на водителя протоколы. Попутно выясняется, что автотранспорт арендован. Известно ли собственнику, в каких целях граждане Таджикистана используют его машину – большой вопрос. Организовать вывоз строительного мусора – это не является никакой проблемой. Вы можете обратиться в свою управляющую организацию. Они помогут в организации бункера для вывоза строительного отхода. О периодичности подобных рейдов и количестве подобных нарушений мы поинтересовались у ведущего специалиста управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа Натальи Мельниковой. Сегодня мы с вами зафиксировали в ходе профилактической операции сброс мусора в неотведенных для этих целей мест. Действующим законодательством это запрещено. Данный случай, к сожалению, для муниципалитетов – это не редкость. Надеемся, что с проведением таких операций нарушений станет меньше. Ну а данная «Газель» с неразгруженным строительным мусором отправляется прямиком на спецстоянку до оплаты всех штрафов и пошлин. Штраф за незаконный сброс мусора составляет всего от 2 до 10 тысяч рублей. Куда больше заплатит собственник автотранспорта. Ведь простой и услуга штрафстоянки выльется в копеечку и могут составлять уже до 100 тысяч рублей. Кирилл Махров, Гульнара Балаева, специально для Видное ТВ. Все для того, чтобы люди с особенностями могли чувствовать себя полноценными членами общества. Совместно с клубом «Дорога в жизнь» в центре Домодедовский для них регулярно проводят увлекательные мастер-классы. На днях ребята учились лепить глиной. О результатах расскажет наш корреспондент Тамара Абидова. Прокладывать «Дорогу в жизнь» людям с ограниченными возможностями здоровья помогает широкий круг специалистов. В том числе и комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский». Члены действующего в Видном инклюзивного клуба «Дорога в жизнь» стали участниками мастер-класса по изготовлению керамических изделий, организованного на базе Ленинского отделения центра. У них получается не так быстро, как у других ребят, но получается. То есть есть прогресс, конечно, мы видим, и внимание тоже надо над вниманием работать, над концентрацией, надо учим их стараться, доводить до конца. Ну, потихонечку, да, дело идет. Арт-терапия, воздействуя на психоэмоциональное состояние человека, раскрывает способности к самовыражению и самопознанию. Для данной категории людей это творческая нить в мир новых возможностей. «После сразу керамической мастерской мы переходим в другой зал, более просторный, там швейная мастерская, к нам еще могут добавляться люди. Плюс у нас есть музыкальное направление, мы, конечно, даем концерты, в фестивалях участвуем, в конкурсах и так далее. И направление театральное мы тоже реанимировали, пишем мюзикл, и мы хотим выступать даже на малой сцене современников». Такие встречи полезны тем, что они сближают. В неформальной обстановке участники клуба общаются друг с другом, делятся новостями, эмоциями и настроением. Тамара Абидова, Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В сквере «Юность» открылась выставка под названием «Футбол – это жизнь», посвященная истории футбольного клуба «Металлург», команде ветеранов и их спортивному долголетию. На открытии экспозиции побывал Дмитрий Книга. В сквере «Юность» открылась новая выставка, организованная сотрудниками историко-культурного центра. Посвящена она развитию футбольного движения в нашем городе. Инициаторами создания экспозиции стали ветераны команды «Металлург» Владимир Кузнецов и Владимир Хабузов. Вот я в этой жизни с командой 53 года уже. Так же и многие ребята здесь, понимаете. Вот за эти 53 года мы собрали этот материал, потому что мы, кроме того, что наша команда «Винанский Металлург» играла на первенство области 69-го, потом мы перешли в ветеранское движение после 30 лет. В послевоенные годы во временном поселке была создана команда любителей, которая стала основой для будущего футбольного клуба «Труд» при МКГЗ. Когда в 1969 году открылся городской стадион «Металлург», то команде присвоили его имя. Долгое время одним из главных вдохновителей футбольного движения был Константин Григорьевич Котельников. К сожалению, два года назад он ушел из жизни. Выставку провели в память о нем. Костя всегда был у нас хорошим спортсменом, детским тренером. Тут все его знают. Большая хвала ему и честь, что он всегда стремился, помогал в этом деле. А пример с него брали все. А мы его, так сказать, друзья по команде футбольного с Владимиром Серафимовичем играли вместе и решили продолжить его дело, которое он начинал. За прошедшие годы в команде ветеранов, а она существует с 1990-го, уже сменилось несколько поколений. Сейчас опытные спортсмены продолжают жить активно и по сей день принимают участие в соревнованиях. Мы участвуем в городском фестивале. Это серия таких товарищеских матчей, объединенных в турнир, потому что команды почти одни и те же. Некоторые выступают там за другие клубы, еще некоторые пытаются конкуренцию молодым составить. Но основное у нас соревнование – это вот мы готовим сейчас турниры в городе Дагомысе. А в начале 90-х, в 2000-е годы ветеранская команда ездила не только по России, но и выезжала на международные турниры. Они ездили в Польшу, в Венгрию, в Словакию, ездили в Грузию. Они мотались по всему. Вот они сегодня рассказали такой случай, что они один раз приехали играть в футбол, товарищеский футбол, на своих машинах, в Муром. Представляете? Вот что значит ветераны. Собирались и ездили. Помощь в организации выставки оказал Владислав Рымша, председатель торгово-промышленной палаты округа, а в свободное время – футболист-любитель. Были ряд профессионалов в этой команде. Все помнят Александра Павловича Цыганкова. Вы, наверное, помните, мы организуем турнир в память данного футболиста. Поэтому по рассказам ветеранов и то, что я успел сам увидеть, команда действительно была выдающейся. И многие о ней помнят. На выставке вы не только познакомитесь с историей прославленной команды ветеранов, но и, возможно, увидите на фотографиях много знакомых лиц. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в конце выпуска расскажем, где можно интересно и с пользой провести выходные. В субботу Дворец культуры приглашает посетить видеоконцерт «Что так сердце растревожено», посвященный творчеству композитора Тихона Хреникова. Начало в 13.00, вход свободный. Тоже в 13.00, но уже в центре досуга Дроздова. Для любителей настольных игр пройдут соревнования на сообразительность игры разума. А в Лопатине, на солнечном бульваре Дома 11, сотрудники досугового центра «Мечта» совместно с аниматорами Дворца культуры проведут игровую программу для детей «Веселая карусель». Суббота, начало в 12.15. Тематическая лекция, посвященная Дню солидарности и борьбы с терроризмом, пройдет в деревне Мамоново на Центральной 32, дробь 1. 5 августа в 18.00, программа «За мир без тревоги». Это все новости на сегодня. С вами была Юлия Пагасьян. До новых встреч!